Samsung C3520 это простая раскладушка, здесь нет внешнего экрана, нет никаких световых индикаторов. Это определенный минус, потому что нельзя увидеть уведомления о новых событиях и приходится всякий раз раскладывать это устройство, чтобы посмотреть на основном дисплее, нет ли каких-то новых уведомлений. Размеры, наверное, средние, типичные для раскладушки, то есть в меру пухлый корпус. В руке он лежит хорошо, потому что пластиковый, не очень тяжелый, нормально помещается в одежде. В общем, обыкновенно удобное устройство. Качественно собранный, опять же, пусть корпус полностью из серебристого пластика, но это не глянец. Здесь есть такая вот насечка, как во многих последних телефонах компании Samsung последнего времени. Соответственно, здесь сложно что-либо поцарапать, но только если уронить его на землю, и он ударится обо что-то вроде асфальта. К сожалению, здесь нет кнопок регулировки громкости. Все элементы находятся справа. В их число входят отверстия под наушники стандартные 3,5 мм и два разъема. Один под карточку памяти, второй под microSD. От него заряжается и можно подключиться к компьютеру. Можно заметить, что выход под наушники тоже находится не в самом удачном месте, потому что когда вотнута гарнитура или простые наушники, то, держа телефон в руке, приходится упираться в этот самый штекер. Но, опять же, это если использовать его для прослушивания музыки. Вверху есть специальная резинка. Она упирается в эту пластиковую штучку, чтобы не разбалтывалась конструкция, не билась и не царапалась. То есть, говорит о том, что конструкция хорошо продумана. Внизу отверстие динамика. Есть и камера сзади. Это 1,3 мегапикселя модуль. То есть, достаточно простой. Крышка съемная. Вот так она поддевается. Внутри лежит аккумулятор. Под ним сим-карта. Ну, карточка франчика, как я сказал, находится сбоку. По сборке претензий нет. Единственное, здесь есть небольшой такой поперечный ход. Но, наверное, это издержки конструкции. В общем-то, раскладывающий телефон. Поэтому придираться особо я не буду к нему. Спереди находится разговорный динамик вверху. Ниже экран. Диагональ у него, точно не помню, наверное, 2,4 дюйма. Разрешение стандартное. 240 на 320 точек. К сожалению, углы обзора здесь совсем не впечатляют. Как видно, картинка очень сильно искажается. Но для телефона за порядка 3000 рублей. Это приемлемо. Клавиатура здесь очень хорошая. Удобные кнопки с мягким ходом. Они практически беззвучно нажимаются. Здесь есть и удобный джойстик. Назначаются движения во всех четырех направлениях с его помощью. Так что джойстик будет весьма-весьма полезен. Ну и плюс у него хорошие размеры. То есть ошибиться будет сложно при нажатии. Настраиваются рабочие столы. Можно использовать эту самую навигационную клавишу. Назначаются действия при отклонении в любом из четырех направлений. То есть можно будет быстро перейти к какому-то приложению. Есть меню из ярлыков. Оно тоже настраивается. Можно добавить сюда какие-то нужные, чаще используемые функции. Внутри видно набор из иконок. Они меняются местами. Есть тема оформления. Их всего три. Но сильно меня не преображают. Просто меняется цвет курсора. Сейчас, например, синий может стать оранжевым или зеленым. Журнал звонков удобный. Мне он очень нравится. В таких Samsung здесь идет полная индикация различных сообщений. Будет все подробно выделено. То есть очень-очень все хорошо продумано. Журнал контактов, точнее журнал, телефонная книжка тоже удобный. Добавляется достаточное число полей каждой новой записи. И, в общем-то, каких-то затруднений испытывать не придется. Музыкальный плеер дополнен эквалайзером. Как видно, здесь есть достаточно много критериев для сортировки данных. Вот такие звуковые профили. Есть пятиканальный звук, но он работает только с наушниками. Есть функция таймера. Достаточно удобная. То есть перед сном можно послушать музыку. Лечь спать, а телефон сам отключится. Громкость меняется с помощью джойстика, потому что отдельных кнопок тут нет. Разные функции. Есть передача музыки. Можно использовать его, например, для различных оповещений. По качеству звука тоже он весьма неплох для бюджетного устройства. Есть встроенный браузер. Набор сообщений. Меню сообщений показать, что здесь есть функция спама. То есть скрывают сообщения с нежелательных номеров. Есть черный список. Собственно, куда номера попадают. Есть повтор сигнал. То есть телефон будет пищать, вибрировать. Если непрочитанные сообщения имеются через определенный интервал, пока пользователь его не увидит. Настраивается размер текста. То есть сейчас можно выйти без сохранения. Это по-другому. Это максимальный размер. Отлично все видно. Можно выбрать побольше. Поменьше. Вот, например, 60%. То есть совсем маленький. Ну, по умолчанию он будет вот таким. То есть достаточно хорошо все видно. У кого проблемы с зрением не очень хорошие, то телефон, наверное, понравится. Есть файловый браузер. Тут же можно увидеть и такую галерею, когда попадают разные картинки. Отсюда они устанавливаются в качестве обольф. Либо изображение контакта. Передаются различными способами. В общем, такая обычная галерея. Календарь. Можно создавать разные события. Есть повтор для уведомлений. Камера 1,3 Мп. В общем, снимать здесь не очень удобно, потому что, во-первых, съемка ведется исключительно в такой вот ориентации альбомной. Плюс, учитывая то, что модуль находится сзади, вот здесь, то требуется специально так вот как-то руку подгонять под положение. Так что достаточно специфичная тут съемка. Ну и плюс качество достаточно низкое. Что ж тут говорить. В общем, некий мерафон это. Кстати, когда играет плеер, то можно управлять им и с рабочего стола. Меняется громкость. Можно перемещаться между песнями. То есть удобная функция. Есть электронная почта. Есть несколько будильников. В меню настройках можно увидеть профили, настраиваются оповещения, меняется оформление дисплея. Достаточно много функций, темы, цветовые различные варианты. То есть больше, чем в Samsung, на МпЧС никто не предлагает таких телефонов. Есть функция резервной копировки, очень удобная. Можно сделать бэкап данных, на всякий случай. И есть еще здесь такой раздел с приложениями. Тут имеется Facebook, Twitter, средства для переписки и несколько средств для создания заметок. Вот еще отдельно выделяется радио в приложении для редактирования картинок. Есть несколько игр, но основная масса из них это демо-версии и придется за них доплачивать. В общем-то по части функций модели очень хорошие. То есть достаточно богатые возможности органайзера. Хороший у него звук для бюджетного устройства. Неплохая автономность. То есть он работает, наверное, дня 3-4. Ну, может быть, 2, если очень много слушать музыку. Ну, из минусов, конечно, это отсутствие экранчика или индикатора не помешал бы. И, может быть, это нехватка кнопок регулировки громкости, которых тут, к сожалению, нет. В остальном Samsung раскладушка мне понравилась, хороший, удобный и стоит вполне адекватно, исходя из тех функций, которые предлагает эта модель.